ЗАБИНФО.РУ Первый информационный сайт Забайкальского края Менение предлагало наказание Шкретову в виде 14 лет лишения свободы, а гуляю в виде 17 лет лишения свободы с учетом опасного рецидива преступления, который судом и учтен. Но и 10 лет для Шкретова слишком много. Позицию Шкретова поддерживает его адвокат. Я полагаю, что вынесенный приговор, но по мнению защиты и по убеждению нашему глубочайшему, он не основан на законе, это первое. Второе, как бы и чрезмерно жестокий мнение потерпевшего, на наш взгляд, абсолютно в приговоре не получило никакой оценки. И, безусловно, мы будем бороться и готовим апелляцию Верховный суд Российской Федерации. Я думаю, там еще тоже удастся довести наше мнение до Верховного суда России. По версии следствия, 31 августа 2003 года Шкретов, Гуляев и другие участники организованной группы по указанию ее лидеров Игоря Осинцева и Игоря Мельничука, приняли участие в убийстве криминального авторитета Виктора Сверидова. Под надуманным предлогом, Гуляев доставил его на производственную базу, принадлежащую в то время предпринимателю Юрию Шкретову. Здесь участники группы расстреляли Сверидова из огнестрельного оружия. Производственная база использовалась для этой цели сведома Шкретова, который лично принимал участие в планировании убийства. Судом установлено, что для устранения препятствий к совершению убийства С базы предварительно были убраны охрана и иной персонал. А Шкретов в этот день лично с пистолетом в руках обеспечивал прикрытие другим участникам группы и предупредил их о приближении Сверидова. После совершения убийства труп Сверидова был сожжен в одном из дачных домов в Читинском районе. По указанию Шкретова, дыры от пули, оставленные в стенах помещения базы, были заштукатурены его работниками. Александра Леонтьева, Анна Хастова. Специально для Забонфору.